добрый вечер друзья я вижу вы начинаете присоединяться к нашему эфиру и я сразу поприветствую всех тех кто уже подключается к нашему эфиру всех тех кто будет смотреть его в записи и хочу вас поздравить с началом нашего бьюти квеста с тем что вчера стартовала это просто меня лично очень вдохновляет этот проект потому что я понимаю насколько важно нам девушкам женщинам любого возраста находить время для себя находить время для того чтобы восполнять свою внутреннюю батарейку чтобы сиять восхищать и самим быть восхищенными с влюбленными горящими глазами смотреть в эту жизнь потому что наше внутреннее сияние наша внутренняя красота именно от этого и зависит и этот проект как раз и направлен для того чтобы в каждый из нас открыть этот внутренний свет и я уверена что эти 30 дней которые мы проведем вместе они будут просто потрясающими и будут максимально полезными для каждой и так с началом квеста нас всех сегодня максимально постараюсь быть продуктивно я благодарна нашим организаторам за вчерашние эфиры потому что это просто было настолько важно для каждой девушки услышать те слова которые звучали вчера от наших амбассадоров если вдруг вы не видели эти эфиры еще не успели обязательно послушайте они сохранены в записи в инстаграм аккаунте нашего beauty квеста это просто как я сказала сегодня своей дочери с которой мы вместе переслушивали некоторые моменты ей уже 12 лет я сказала о том что это должна знать каждая девушка и так я представлюсь меня зовут юлия кукса возможно вы уже читали в объявлении возможно вы сейчас попали спонтанно в этот эфир я являюсь я мама мне 39 лет я вещаю на сегодня на данный момент из украины я являюсь специалистом по антиэйдж питанию я консультирую по здоровым образу жизни и одна из моих любимых тем это как раз вот тема преображения девушек любого возраста чтобы вот максимально раскрыть и усилить свои стороны вот стать лучшей версией себя и я очень благодарна нашим организаторам за то что именно первой темой поставили темы сегодняшнего нашего эфира я сейчас подключу сразу нам слайды так сейчас секундочку буду листать немножко для меня это новый опыт и друзья мои я я очень вам благодарна за ваши слова приветствия которые вы сейчас пишете за все сердечки которые вы присылаете временно я отключу комментарии для того чтобы все слайды у нас для всех участников были доступны а в конце через 20-25 минут я включу заново комментарии вы сможете задать все свои вопросы итак отключая комментарии и мне бы очень хотелось чтобы наша сегодняшняя встреча вот тема встречи гидротация для сияющей кожи я благодарна организаторам за то что именно эту тему сделали одну из ведущей одной из первых тем потому что я память понимаю как педиатр я понимаю фундаментальность и важность гидротации не только для нашей кожи для нашей красоты и как тому что противостоит увяданию раннему и вообще увяданию организма в целом не только кожи и вообще фундаментально насколько это важный момент для всего нашего здоровья и мне бы хотелось что сегодня будут звучать какие-то может быть термины слова я очень буду стараться говорить максимально просто для того чтобы создать вот эту атмосферу мы с вами подружки сидим вместе пьем в бокалах прекрасных чудесную воду мы говорим поговорим сегодня почему именно важно воду пить в первую очередь не чай не кофе не какие-то другие напитки а именно воду и вот у нас такая вот домашние беседы мне хочется чтобы именно в этой атмосфере мы провели эти 25 минут даже уже наверное меньше и так гидротация для сияющей кожи продолжим важность до важность воды вот в целом для нашего тела почему же так она важна давайте заглянем вообще то как мы устроены знаете меня вот факт просто впечатлил однажды и до сих пор не перестаю восхищаться вообще как все устроены в мире как все устроены в природе и нам порой мы живя в городах утворить не жизненным мы забываем оглянуться по сторонам посмотреть вообще на природу но наша планета вот если взять вот этот весь шарик на 70 процентов состоит из воды и удивительно что в целом наше тело вот если сложить вот все те цифры которые вы видите сейчас на слайде и наше тело тоже в среднем на 70 процентов состоит из воды вот в коже мы говорим в первую очередь сейчас высоко же да а то и внешней красоте которую мы видим это 72 процента то есть и и составляющая основная это именно вода тогда возникает вопрос все ли остальное то есть что же первостепенно что же на самом деле важно и на самом деле важно очень вода наш мозг 75 процентов это воды соответственно его деятельность и наше настроение да будет зависеть от того насколько наполнено наше тело водой вот посмотрите в каждом каждом органе в каждой нашей клеточки да по сути даже сама клеточка каждая нашего организма она представляет собой некую субстанцию из капли воды окруженной мембраной с плавающими там различными органеллами которые выполняют свои функции и все абсолютно процессы жизнедеятельности в нашем теле они происходят с помощью воды и любой процесс поступления питательных веществ сегодня мы бы молодцы и мы много читаем много изучаем много смотрим эфиров получаем информации о том как важно пополнять свой рацион нутриентами мы обращаем внимание там на различные витаминные добавки витамин d еще какие-то компоненты для кожи и как же это все поступает все в организме из нашего питания прекрасного когда мы выстраиваем свою тарелку все испытание будет расщепляться благодаря воде в том числе не только ферментов потому что именно благодаря соком в нашем теле желудочным кишечным и так далее все это будет расщепляться перевариваться и всасываться в тело и протекать по реке жизни по нашей крови для того чтобы создавать наше тело чтобы наши клетки регенерировали кожа кстати важный момент питание кожа в первую очередь получает не снаружи а внутри потому что не это барьер то это защита мы много будем слушать еще впереди нашего квеста наших специалистов и мы в этом разберемся с вами поэтому очень важно чтобы вот эта река жизни которая есть внутри нас чтобы она была действительно рекой вот смотрите роль воды кроме того что это и поступление питательных веществ да потому что в растворенном виде продукты вообще весь метаболизм да на за скажем так зависит очень сильно от количества воды в нашем теле не будем допивать воду будет вязкая болотца в котором очень сложно будет оставаться в стройной фигуре нам нужно создавать вот эту реку эту поток для того чтобы выводить токсины когда мы убираем дома мы в первую очередь пользуемся именно водой мы идем утром умываемся именно водой ничем бы это еще мы в душе включаем именно воду потому что именно она универсальный растворитель и как снаружи она смоет токсины которые собрались на нашей коже или выделились из нашего тела за ночь так и внутри нас она помогает умыть полностью организм из неба то организовать этот душ и вывести эти токсины вода конечно же улучшает качество кожи и я думаю вы замечали так когда есть повышенная повышенная сухость воздуха насколько высыхает кожа или мы не допиваем воду кожа начинает сохнуть и мы видим вообще весь процесс старения наглядно выглядит как процесс усыхания да и соответственно то же самое что мы видим снаружи на коже это и внутренние процессы то есть упругость нашего тела наших тканей нашего связочного аппарата вся соединительная ткань опять-таки ее упругость зависит от количества воды в нашем теле вода помогает преобразовывать пищу в энергию то о чем мы немного уже проговорили да для того чтобы переварить и получить максимальную пользу из пищи нужна вода непременно без нее никак и организм знаете он он умный он станет доставать воду из чего бы то ни было что мы едим но это будет все ценой нашей внутренней энергии то энергии которую мы могли бы отдавать этому миру творить созидать любить своим детям отдавать но мы потом остаемся обесточены потому что наше тело все время в погоне для того чтобы добыть эту воду которую мы добровольно не взяли вот так бокальчик в руки или бутылку и не сделали глоток я кстати сделаю глоток и продолжим а вода помогает усваивать питательные вещества мы это тоже уже обсудили и она регулирует температуру тела это тоже важный момент и мы знаем что если кто-то из наших деток а вдруг прихворал температура то в первую очередь нужно что делать обильное щелочное выпаивание так бежим к следующему слайду очень хочется много вам сказать и быть максимально полезной что же происходит когда мы испытываем нехватку воды мы просто ее не допиваем когда то есть вот такие моменты как просто хроническая усталость мы считаем что просто это стресс просто жизнь такая да просто мы измотались головная боль у мамы у бабушки болела у меня наверное тоже в этом тело да какие-то сосудистые моменты в виде головокружения это все дефицит воды это первые признаки и вот поверьте мне первые признаки это не когда мы испытываем жажду даже очень часто не буду забегать наперед скажу об этом дальше сухость кожи да то есть как только мы не допиваем воду сухость кожи сухость наших глаз и такой факт возможно вам будет он непонятен сразу я вам сейчас объясню отеки тела ему жизненно необходима вода и как только мы в дефиците воды ежедневно по чуть-чуть постепенно то что происходит организм начинает запасать начинает держать эту воду либо мы пьем воду неправильно с неправильными свойствами потому что не все то что сегодня нам продают на полках магазинов не все то что делают наши фильтры и привозят нам домой является той водой которая нужна нашему организму об этом мы тоже поговорим с вами позже то есть запомните отеки это тоже важный признак того что нашему телу не хватает воды если конечно же мы исключили моменты с работой наших почек да но мы внимательны к своему телу давайте договоримся сразу да мы все сигналы своего тела принимаем изучаем для кожи чем же чревата нехватка воды для кожи конечно же в первую очередь это ее сухость это соответственно ну вот представьте образ спелая красивая слива и чернослив вот в чем разница у них просто в количестве воды черносливе воды нет он высушен и вот так же становится наша кожа такой же до испещренной морщины морщинами такой же сухой с таким неровным рельефом и конечно же просто вялой поэтому очень важно выпивать и свою норму воды и ввести эту полезную привычку вообще в свой ежедневный рацион вы знаете я не всегда понимала ценность и важность воды я также как и многие пила что-то что-то но не воду и даже будучи вот в медицинском университете казалось бы я должна быть знаете как передовик знаний о том как устроено наше тело да вот человек с медицинским образованием но это не было так не не расставляют настолько важны эти акценты поэтому те знания которые вы сейчас получаете здесь в нашем аккаунте вот просто принимайте их как губка и передавайте в своим близким своим детям потому что на самом деле это чрезвычайно важно потому что хроническое обезвоживание это уже не просто какая-то сухость кожи да и просто какая-то головная боль это уже более серьезные проблемы да это тот отечный синдром когда девушки просто годами бесконечные из измывают от диет и никак не могут постройнеть измывают от тренировок просто вот а все дело в том что организм держит эту воду и вот отечный колобочек и никак не может постройнеть потому что вот вот так все происходит да это опять-таки качество кожи уже в другую сторону когда воды много когда отечность это и мешочки под глазами и некрасивый совершенно нездоровый цвет лица это все туда конечно же ускорение старения вообще всего организма и кожи в том числе это и различные такие более серьезные сосудистые патологии когда мы хронически не добиваем воду гипертония и различные мне бы не хотелось сейчас сыпать диагнозами но основа первопричина да вот она лежит там и поэтому мы уже сейчас можем профилактировать эти вещи да обратите внимание насколько привычка у людей возможно старшего поколения насколько она есть оказывается ее нет и получаем мы потом проблемы с сосудами с густой крови с ее повышенной вязкостью с мычей каменной болезни проблемы с суставами в том числе потому что каждый сустав это две поверхности которые трутся и между ними эта смазка нашего тела и основой этой смазки снова такие вода конечно же наш головной мозг тоже страдает при хроническом обезвоживании и начинается это не только в какой-то забывчивости или просто усталости до такой сниженной стрессоустойчивости но в дальнейшем это может быть чревато и более серьезными проблемами и вот по поводу признаков обезвоживания легко ли просто ли вообще понять вот насколько там моим теле достаточно воды да знаете вот особенно я недавно наткнулась на такой факт что именно вот после 30 лет наш организм вообще чувство жажды настолько снижается даже когда мы уже обезвожены серьезно когда вот такие уже проблемы наш организм просто мы уже не чувствуем эту жажду а самый интересный момент что в нашем головном мозге так все устроено что центр жажды и центр голода они находятся настолько близко что вот просто дефицит воды вот жажду мы интерпретируем как голод и мы начинаем перекусы начинаем а по есть бы что-то и мы переедаем именно поэтому мы переедаем вот вчера такое лирическое отступление вчера мы обсуждали как раньше насколько вот ценили воду потому что сейчас у нас дома мы открыли кран вода есть да все легко здорово а когда раньше приходилось набрать эту воду принести откуда-то откуда-то и чтобы только там помыть посуду и я пошутила говорю наверное и ели гораздо меньше чтобы вот меньше вот этого всего делать но еще и вот этот момент испытывать испытывание жажда если мы не пьем воду достаточно у нас чувство голода будет повышена мы будем чувствовать себя усталыми мы будем думать что проблема в чем-то другом а проблема только в том что нужно вести просто на ежедневной основе здоровую привычку пить достаточное количество воды давайте побежим дальше время неумолимо и так хочется быть максимально полезно еще опять таки о признаках вот самые простые признаки сухость во рту проснулись сухость до в течение дня поговорили сухость девчонки говорят женщины разговаривают больше мужчин да и помните что каждый раз когда мы говорим мы теряем воду мы теряем влагу не верите берете зеркальце и делайте вот так просто разговаривайте зеркальцем что на зеркале вы видите вы видите вы видите ту самую влагу которая наше тело теряет даст дыхание мы даже теряем влагу мы при спорте теряем влагу мы идем в спортзал за здоровьем и очень важно в эти моменты еще больше пополнить свою внутреннюю воду для того чтобы это действительно спортивные нагрузки нам принесли пользу нашему здоровью нашему телу красоту принесли так вот чувство сухости во рту а головная боль песок в глазах раздражительность усталость это самые первые топовые сигналы нашего тела что нам не хватает воды и помните что после 30 лет мы уже неправильно интерпретируем момент жажды вот проверьте себя и проверьте на вот такой важный момент сколько вообще вы пьете воды просто возьмите и посчитайте посчитайте сколько в течение дня как вы ее пьете стаканами бокалами или может быть у вас все-таки есть емкость в которой вы в течение дня пьете или может быть у вас стоит на работе кулер и вы просто со стаканчиком подходите но вы посчитайте сколько же получается этой нормы и сколько вы выпиваете а вот норму сейчас благодаря слайду на экране мы можем с вами рассчитать для каждого она своя нет универсальной нормы полтора литра для каждого нет это не так у каждого она своя знаете я еще очень часто сравниваю наше тело с аквариум аквариумом потому что по сути наши вот клеточки нашего тела они находятся вот в этой жидкой среде как рыбки в аквариуме и размер аквариума разный у каждого из нас у кого-то 50 килограммов да у кого-то 70 у кого-то 100 и в зависимости от этого нам нужно разное количество воды чтобы тем самым рыбкам плавалось хорошо комфортно никто друг другу не мешал не зашивался в токсинах да потому что по сути это жидкая среда и столовая и уборная для нашего тела так вот универсальная формула возьмем вес 70 килограммов 70 килограммов умножаем на 003 и мы получаем в литрах объем воды мы получаем 2 и 1 литра если у нас есть 50 килограммов это будет полтора литра если у нас вес 100 килограммов это будет 3 литра воды важные моменты что восполнять норму воды если вы например сейчас обнаружили что вы не допиваете воду а то восполнять эту норму не стоит превращаться сразу резко в такого пятака и пить и огромное количество воды постепенно особенно если мы в возрасте старше 50 лет мы нормы начинаем восполнять постепенно и консультанты курок лак в этом вопросе очень грамотные специалисты они помогут подскажут научат вас как пить воду что касается температуры воды потому что это о тоже очень важный момент для того чтобы она была усвоена сейчас мы перейдем к важным вещам о том что вы знаете вода это прекрасно можно пить всякую воду но мы уже с вами поговорили что порой бывает мы пьем пьем очищенную прекрасную воду но мы отекаем мы у нас как булькает как у того водяного в мультфильме в животе и мы не усваиваем не усваиваем воду у воды должны быть определенные параметры когда ее параметр такие же приближены к нашим клеткам тогда она максимально усваивается тогда она биодоступна тогда наша кожа моментально отзывается на то какую мы воду пьем мы не встаем утром с отеками если мы пьем правильную воду даже выпив стакан перед сном вы проснетесь правильной воды мы сейчас поговорим какая вода что должно быть в ней утром проснил просыпаемся мы без отеков то что касается температуры воды температура должна быть приближена к температуре нашего тела плюс минус 5 градусов холодная вода даже в жаркое время это не лучший выбор потому что это опять-таки растрачивает нашу энергию поэтому запомните этот момент да то есть плюс минус на температура нашего тела ни комната не температуры вокруг созданной кондиционерами или нагревателем а близко вот к нашему телу тогда вода максимально усвоится давайте поговорим о том способе который лично для себя уже давно применяю уже более 17 лет на самом деле я недавно пыталась посчитать моей дочери сейчас 12 лет я начала задумываться о качестве воды еще обучаясь в на последних курсах медицинского университета я начала изучать эту тему со всех сторон и я искала разные способы я пила фильтрованную воду я разные фильтры выбирала я бы выбирала покупную воду но потом я более внимательно стала к составам ко всему и я поняла что совершенно не все нам подходит да есть конечно классные воды которые мы едем куда-то на курорты но опять-таки есть воды которые короткий промежуток можно пить а есть способ пить в домашних условиях воду курортных свойств который можно пить на постоянной основе имя этому способу корал майн это простой доступный вообще совершенно легкий способ когда маленькие саше помещаются в емкость бутылку в данной ситуации сейчас я в бокал поместила то есть можно помещать ту из чего вы пьете кстати секретики скажу вам еще дальше как пить очень простой легкий способ помещающийся в любую сумочку где бы я не была в самолете в путешествиях где угодно у меня для моей семьи и для меня лично есть всегда с собой самая классная вода в чем разница потому что я уже говорила что не всякая вода обладает этими свойствами которые нужны нашим клеткам нашему тела вы запомните несколько буквально параметров кроме температуры что еще важно важно чтобы вода была щелочной важно чтобы в ней были минералы на важно чтобы она была биодоступна чтобы клеточки и как губочка всасывали и радовались и чтобы она и всосалась и вывела токсины как можно быстрее это делается все вместе есть различные способы изменения свойства воды они массивные они делают какие-то отдельные свойства что-то там меняет структуру а есть простой способ который делает это все одновременно помещая один 1 граммовый стик мы получаем максимальную пользу для воды я до сих пор не встречала лучшего способа изменения свойства воды и и улучшения и по вкусу органолептически потому что я очень часто встречаю девушек которые понимают насколько важно пить воду но не могут себя заставить не говорят я пью мне невкусно я пью у меня вот здесь булькает а жажда остается друзья стоит выбирать правильную воду запомните эти параметры щелочная минерализованная биодоступная с низким поверхностным натяжением с отрицательного кислительно-восстановительным потенциалом и просто протестируйте посмотрите по этим параметрам ту воду которую вы пьете а я вам немного подробнее расскажу об этом продукте коралл майн сделав конечно же глоток да давайте перебежим дальше к следующему слайду так по поводу минералов мы с вами говорили вот есть два важных минерала натрий калий это баланс баланс в нашем теле который позволяет вот как раз нашему телу не отекать именно благодаря натрию калию вообще в клетку поступает вода если избыток натрия то вода всегда будет вызывать отечность отечность а в нашей пище на сегодняшний день избыток натрия соль скрытая в различных продуктов а калия как раз дефицит и очень важно чтобы был именно баланс именно калий и кстати из если мы говорим о продуктах коралл клаб то мне очень нравится что это не один какой-то продукт коралл майн это целая линейка продуктов которые улучшают гидротацию нашего тела улучшают каким образом влияют на качество воды которую мы пьем и не только на нее а влияет на качество нашей внутренней воды то есть меняет вот эти параметры на лучшее то есть смотрите кислотно-щелочной баланс да то чем мы поговорили важнейшие минералы натрий калий очень важно чтобы вода содержала такой минерал как магний да потому что это скажу вам девочки секретик если с магнием все порядке у нас прекрасное настроение у нас крепкие нервы мы спокойны и наш кишечник работает как часики поэтому важно чтобы в воде этот вот этот минерал тоже присутствовал в нормальной дозировке не в какой-то гипер мы сейчас не говорим о каких-то таких моментах да мы говорим о профилактике а ежедневной хорошей здоровой привычки и магний это как раз тот компонент который не только стрессоустойчивость но и наши сосуды и наше сердце поддерживает в полном здравии и также важно чтобы вода содержала кальций кальций вообще король микроэлементов это король создание щелочной среды многие знают насколько важно ощелачивание и щелочное питание потому что именно это тоже залог молодости и красоты рассмотрите свой рацион насколько вот это кислотно-щелочной баланс уравновешен в нем и кальций ну конечно же для нас вот стереотипно сразу это кости зубы но это не только кости зубы на самом деле даже мышцы сердца не сократится чтобы был кальций и очень важно нам когда мы переступаем возраст определенный да у нас в кальция в теле становится все меньше и меньше гормональные какие-то перестройки тоже снижают уровень кальция кофе чай эти напитки тоже снижают уровень кальция а без него мы просто как хрустальные вазочки беззащитные хрупкие и нам очень важно чтобы этот элемент тоже поступал наше тело и вода это именно та субстанция где он в первую очередь должен быть давайте поговорим как же выработать все-таки эту прекрасную привычку пить воду выпивать свою норму нормы мы с вами рассчитали кто еще не рассчитал вернитесь в записи эфира вы сможете вернуться к формуле рассчитать эту норму я вам подскажу лайфхаки для меня вот самым простым способом было завести красивую бутылку как только у меня появилась красивая бутылка у меня их много у меня бутылки разные у меня бутылки мне кажется под разный гардероб можно у меня черная для зимних луков у меня какие нибудь яркие светлые бутылки для уже более летних луков у меня серебряная хромированная для каких-то уже таких скажем светских раутов но вода на самом деле у меня всегда с собой я считаю что это это но это самый важный аксессуар наверное в моей жизни для чтобы рядом со мной было бы доступная вода и это один из самых главных секретов почему мне никогда не дают мой возраст почему люди удивляются моей моему уровню энергии и когда мои клиенты начинают пользоваться этой же привычкой они получают такую же обратную связь итак следующий момент вода на видном месте если она у вас всегда где-то спрятаны и вы не видите ее то вот этот сигнал когда я говорила что жажда нарушается да мы его мы его блокируем когда же у вас вода на рабочем месте где-то или дома у вас там где вы проходите будет стоять где-то рядышком вы лишний раз подойдете и выпить и воду да можно ставить себе скачивать приложение сегодня большой выбор приложений которые вам скажет ай-яй-яй будильником позвонит ваш телефон и скажет выпей воды ты забыл выпей или похвали какой-то молодец ты уже выпил такую-то норму да где нужно просто внести и приложение кстати на сегодняшний день очень умные и не подсказывает если мы выпили что-то а не воду чашечку кофе выпили и наш водный баланс не выше становится на то количество воды а наоборот ниже потому что кофе выведет из организма воду если мы пьем такие напитки как кофе чай нам надо еще больше увеличить нормы своей воды если мы занимаемся спортом если сейчас жарко если мы испытываем повышенную усталость и может быть какие-то первые признаки инфекции вирусной инфекции нам вообще максимально надо увеличивать норму воды чтобы не попасть в ее дефицит увеличиваем и норму воды постепенно то о чем мы говорили если мы раньше не пили постепенно каждый раз после посещения того места где мы воду сливаем мы начинаем по стаканчику пополнять свой рацион водой далее мы начали с литра в день дальше постепенно понемножку увеличиваем и очень важный момент увеличивать воду именно в первой половине дня не вечером вспомнил сейчас перед сном выпью свой литр недопитый нет так не стоит делать стоит это делать именно первой половине дня сделайте это просто вот классной кайфовой привычки за которые себя просто будете благодарить а ваше тело насколько будет благодарны девушки ваша кожа начнет уже сиять от того что вы начнете пить правильную воду пить ее в правильном количестве а ваша фигура фигура вообще просто восторге от того когда мы пьем воду и все наши жизненные внутренние процессы протекают правильно когда есть вода друзья мы ближе сблизимся уже к завершению нашего эфира да и я сейчас включу комментарии для того чтобы вы смогли задать вопросы я вам еще подскажу что уже ваших карте квеста вас ждет уже полезный чек-лист по поводу воды и расчета формулы и как вводить эту полезную привычку и насколько она важна я надеюсь вы сейчас прониклись и понимаете насколько она важна так включаю я комментарии включила и вы прямо сейчас можете задать вопросы у нас еще есть некоторое время для того чтобы ответить на ваши вопросы вижу комментарии уже работают я делаю глоток самой идеальной воды которая всегда со мной и я я просто обожаю эту привычку и вы знаете для меня очень ценно вот ее транслировать мир для того чтобы чтобы у моего ребенка не тогда когда уже она взрослая и поняла важность питья воды а сейчас уже это сформировалась привычка и не стоял вопрос потом как себя научить пить воду потому что это предотвратит огромное количество различных проблем со здоровьем вот то фундаментально к чему мы вернулись от красоты и сияния кожи вы вернулись вот к теме здоровья но это очень важно потому что здоровый организм он всегда ресурсный он всегда светится красив так друзья вопросы вопросы так по поводу некоторые вопросы тут уместнее задать консультантам корал клуб да то что касается цены в какую воду помещать коралмайн я беру предварительно очищенную воду и я всем рекомендую использовать очищенную воду это наша с вами безопасность друзья вы только представьте на секунду вот сегодня мы в том мире живем что ну то что в реке там сбрасываются различные моменты да кроме того что каких-то там заводов но теперь представьте сколько людей в мире пьет гормональные препараты и вот это все попадает тоже в реки да очень важно максимально использовать способы очищения воды до проверенные достоверные чтобы вода была предварительно очищена и чтобы коралмайн он уникален тем что он еще является ассорбентом он до очищает воду там лишний хлор он соберет еще какие-то вещи из воды но хотим ли мы максимальную пользу для себя для меня правильным взять сначала очищенную воду и чтобы все полезные свойства коралмайна были направлены на мое здоровье мое тело так благодарю за обратную связь да это важный момент кстати вот вопрос перед едой до воду пить перед виду запивать еду это не есть правильно если у вас чувство запить желание запить еду значит тело обезвожено это тоже один из тех вот помните сухость во рту мы говорили да то есть мы поели мы испытываем это значит мы не допиваем организм говорит я мне нужно выработать ту же соляную кислоту всегда будет ее у рыб на навсегда будет концентрированная да и желчь будет застаивать если мы не допиваем воду поэтому перед едой возможно для вас это будет вот легкий способ ввести эту привычку перед каждым приемом пищи стакан воды но пожалуйста тоже без фанатизма вот тут я запиваю тут же уже котлетку ем дайте возможность этой воде зайти в ваше тело и продвинуться дальше да смыть все что там уже вырабатывается накопилось да выработаться соком вот выпили воду и сели спокойно поели еду мы не запиваем так может ли быть изжога от воды скоро алмайн хороший интересный вопрос скорее всего изжога связана от во первых и от дефицита да это вам нужно обратить внимание на свой желудочно-кишечный тракт обследоваться конечно же да посмотреть что желчным посмотреть что вообще с уровнем как а у нас соляная кислота вырабатывается вот на это очень важно обратить внимание дальше так как правильно согревать воду для употребления поделюсь вам своими лайфхаками как это делаю я но во первых никаких микроволновок друзья те кто копает глубже уже понимают что подогрев пищи любого всего в микроволновой печи это меняет структуру меняет вот эту молекулярную формулу и наш организм ну не совсем понимает что же мы ему потом даем я делаю это таким образом например если это бокал воды или бутылка я наливаю какое-то количество воды вот обычно из-под фильтра да вот той температуры которая есть и добавляю немного горячей воды все у меня теплый напиток готов если вы на работе у вас есть кулер и с подогревом да или опять таки можете просто немного теплой воды добавлять никогда не оставляйте воду под прямыми солнечными лучами а потому что это разрушает ее вот и целебные свойства вспомните в природе вода любит какие-то укромные местечки спрятаться под какими-то тенью деревьев не надо оставлять на солнце и в машине я не люблю оставлять воду машине сейчас холодное время года конечно конечно из машины я всегда бутылку с водой забираю для того чтобы она не была с холодной да так здорово я рада что вам понятно для чего пить воду да да без газов конечно же насчет газированной воды лично мое мнение смотрите воду газирует для чего для чего дни и добавляет углекислый газ для того чтобы ее законсервировать и вообще вот про мысль проанализируйте нам нужна нашему телу вода живая именно живая вода дает энергию нашему телу если мы берем покупаем воду за консервированную к различными газами до который мы целый два выдыхаем мы избавляемся от него с нашим телом и тут же мы в себя вливаем его это не очень хорошо сказывается на наш на нас ки на наш кислотно-щелочной баланс в целом и вот по поводу консервации воды да то есть вода живая никогда не может храниться долго поэтому и коралмайн это вода мы приготовили в свежем виде и в течение дня выпили завтра мы сделаем вы возьмем новый стик и сделаем этот утренний ритуал приготовления прекрасной целебной воды кстати кто-то любит ее готовить с вечера для того чтобы максимальная минерализация произошла максимально наполнилась есть возможность ее делать более концентрированном виде это очень помогает выпаивать быстро какие-то вот такие состояния усталости или начало какой-то вот вирусные инфекции выпаивания да вот таких ситуациях скажем так один пакетик четко на полтора литра или по стечению можно добавить графини еще воды с тем же пакетиком я вообще очень люблю дозировку один пакетик на литр вообще до полутора литра и нужно понимать что от качества исходной воды будет зависеть наш эффект да если мы если наша вода исходно очень кислая то мы добавив этот саше мы не сделаем супер и щелочную мы сместим этот баланс уже в лучшую сторону для нашего тела мы уже сделаем классную пульсу но это будет зависит от качества исходной воды и соответственно вот тоже по литражу то есть до полутора литров не более более уже не тот эффект более есть там различные лайфхаки спросите у консультанта своего курал как есть лайфхаки как использованные саше могут еще пригодиться послужить прекрасно вам дома в хозяйстве и садоводстве и даже в ритуалах красоты в некоторых так тут какой-то такой интересный вопрос прям медицинский хотя у нас сегодня совершенно не медицинский эфир да я думаю что здесь надо человеку обследоваться что происходит да про так далее про отеки да вот мы уже говорили что отеки смотрите если мы всю жизнь жили забивали свои внутренние фильтры различными факторами экологически просто не добивая воду даже да вот наши внутренние фильтры наши почки забивались то когда мы начинаем вводить полезную привычку даже с биодоступной водой даже с той водой которая максимально усваивается клетками нужно дать время организму чтобы промыть вот эти внутренние фильтры и в некоторых ситуациях одной водой не справятся вот смотрите у нас когда забивается канализация не может пройти вода мы делаем напор воды сильнее она не проходит вода стоит все набирается до остается раковина вот полная воды нужно использовать какие-то компоненты которые прочистят да вот этот трубопроход или как это правильно назвать и то же самое в нашем теле да то есть если такой момент происходит значит нужно еще подключить компоненты я очень люблю программу corall club такие как детокс да там есть компоненты и других программах которые помогают качественнее справляться с почками нужно обратить внимание нужно прочистить фильтры и тогда вы получите максимальный эффект от прекрасной воды после активации сколько времени можно хранить воду в течение дня выпивать я рекомендую и и все может быть и у вас там вечером осталось немного и утром вы встали допили это тоже не это можно конечно же да но на утро я лично люблю делать свежую воду свежий саше уже но бывает ситуация когда действительно вечером так так мне нужно выпивать 2 100 литров воды до какого времени вечернего надо это все выпить я рекомендую прекращать пить воду за за ну скажем так смотрите зависит опять-таки от исходного состояния организма я перед сном выпиваю стакан воды да и мое тело я занимаюсь своим телом я регулярно прохожу программы очищения организма я уже достаточно давно живу по концепции здоровья те кто уже знаком с нашей концепции понимают о чем речь кто еще не знаком спросите у ваших консультантов у тех кто вас пригласил да погуляйте по страницам coral club чтобы узнать об этом больше и мое тело прекрасно реагирует я выпиваю стакан воды я утром не встану не с отеками не еще какими-то вещами но если вот как девушка выше писала да что я отекаю то конечно же такой человек и на самой прекрасной воде утром станет с отеками и перед сном вам нужно послушать свое тело да и возможно вам за час за два и постепенно вы уже придете к тому что когда промоется наше тело когда этот внутренний душ максимально сработает и вы легко будете выпивать тот стакан воды который кстати это профилактика инсультов и инфарктов стакан воды перед сном да то есть многие рекомендуют перед сном выпивать потому что именно ночью когда идут процессы очищения организма кровь становится более густой очень часто происходят такие катастрофы и важно чтобы была текучая внутренняя среда дальше слова благодарности я вам тоже безумно благодарна за все что вы пишете так некоторые врачи говорят что воду надо пить только когда возникает жажда как у каждого знаете есть какое-то свое личное мнение например есть мнение и есть даже некоторые инструкции не давать определенному возрасту у деток воду я не сторонник этой ситуации на лично своему ребенку я делаю другой выбор и я вижу другой результат вот то что касается чувство жажды мы сегодня разобрали да что не всегда чувство жажда мы можем правильно интерпретировать возможно просто эти люди еще не до конца изучили эту тему да вот распознавание организмом чувство жажды и только после 30 лет это притупляется чувство мы совершенно уже жажду по-другому расцениваем я думаю что просто дефицит знаний когда эти знания есть то несколько другое может быть мнение дальше но опять-таки с уважением возможно кому-то нравится жить с мыслью такой до вода записывает информацию да да согласна так зеркально защищенными вы знаете ну как бы есть такой факт кстати что вот коровом представьте это продукт из глубин океана и он формировался вот этот песок коралла из которого создан этот продукт он жил миллиарды лет до нашего с вами вообще прибытия до прибытия первого человека на землю до того как и люди начали преобразовывать землю какой-то техногенные процессы стали происходить то есть есть авторы которые считают что это несет память вот память того первозданного чистейшего океана и благодаря этому продукту мы передаем эту память той воде которую мы пьем тоже такой важный момент и мне очень нравится что знаете все здесь происходит одновременно да то есть мы и на этот параметр воды тоже влияем как на те которые я перечисляла выше рада что вам было понятно и доступно читаю ваши комментарии так говоря что от этой воды откладывается соли кораллов почка знаете это мне кажется кажется такое забавный момент как люди иногда интерпретируют какие-то вещи я вам сейчас медицинскими терминами скажу да напротив вода скоро в майном вымывает и не дает возможность делать так что не формируются камни и очень много людей отзывы как раз есть на эту тему вот просто есть такое в медицине понятие в формах камней почвы есть такое понятие коралловидные камни почему они коралловидные не из-за того что они из каких-то там кораллов состоит а из-за того что просто строение в почке лоханок почечных она напоминает как вот форму коралла и поэтому когда анатомически вот изучали эти камни их назвали коралловидные и очень странно что даже у людей вот с таким прекрасным образованием откладывается какой-то момент в памяти что коралловидные камни это имеет какое-то отношение к кораллам но это совершенно не так это никакого отношения к кораллам конечно же не имеет И действительно, очень много результатов. Кстати, друзья, если у вас есть подобные результаты, когда вы вдруг на УЗЕ обнаружили, что нет песочка в почках, то поделитесь, пожалуйста, потому что я очень часто слышу об этом от своих клиентов. Так, слова благодарности. Вот пишут, а у меня растворились. Ну вот по поводу, видите, опять-таки возвращаемся к форме камней, совершенно не к составу. Подают ли для Куралмен вода из-за щелачивающего фильтра, не станет ли она слишком щелочной? Смотрите, вы этот баланс можете курировать. Друзья, мы сейчас уже закругляемся. Сейчас последние вопросы. Я вижу, что очень актуальная тема. Вы сможете их в комментариях оставить. Я зайду обязательно в комментариях, отвечу. И специалисты, Куралклаб, организаторы тоже ответят на многие ваши вопросы. Поэтому по поводу кислотно-щелочного баланса вы этот параметр можете контролировать. Есть лакмус, есть тесты, которые позволяют вам контролировать этот параметр. Так, все, прекрасные отзывы пишут люди, да. Вот. Друзья, все, я завершаю уже наш эфир. Я вижу, что я не справлюсь, наверное, до утра дальше с вашими вопросами, пролистала комментарии. Я очень благодарна за то, что такая вот отзывчивая аудитория собралась. И, милые, прекрасные девушки, я вам желаю максимально продуктивно провести этот бьюти-квест. Не забывайте, что задания вас ждут уже на вашей квартире квеста. И сегодняшний уже чек-лист о том, о важности гидротации и как правильно пить воду уже у вас есть в ваших личных кабинетах. Примите вот эту полезную привычку, чтобы вы сидели еще больше, чтобы ваша кожа, ваше тело всегда было наполнено вот той живительной влагой. Выбирайте для себя лучше. Разберитесь в этой теме однажды. И я вам желаю сиять, те, кто еще не присоединился к бьюти-квесту. В шапке профиля нашего аккаунта есть указан, есть ссылка, где вам зарегистрироваться и участвовать в квесте. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. У нас впереди еще масса невероятно полезных эфиров. Я просто в предвкушении. Еще раз повторю слова благодарности за вчерашние эфиры. Кто еще не увидел, возвращайтесь. Смотрите в записи и, конечно же, приглашайте своих друзей, своих близких, родных, своих подруг. Приглашайте максимальное количество девушек, женщин. Потому что, девушки, всех возрастов, сколько бы вам ни было лет, помните, что на нашей женской силе этот мир держится. На том, что мы излучаем. Потому что именно мы вдохновляем этот мир. Вдохновляем его к созиданию, вдохновляем к улучшению, к каким-то достижениям, подвигам. Поэтому открываем себе внутреннюю уверенность, красоту, сияние. И бьюти-квест — это колоссальный помощник нам в этом. До новых встреч, друзья. Я благодарю вас за этот эфир. Всем прекрасного продолжения вечера. Так. Продолжение следует...